А вот это уже перебор! Смотреть на создателей этого фильма, да, то, что уже какие были работы, то смех, да, будет по-любому. Юмор, а побольше, главное, юмор, чтобы было. И все. Как можно быть такой красоткой и так вонять? Марлон Уайнс всегда мечтал играть и серьезные роли, но больше всего ему удается играть в комедиях. Тем из вас, кто любит «Не грози Южному Централу», «Без чувств» и «Сагу», «Очень страшное кино», фильм точно должен понравиться. Авторы взяли за основу несколько хорроров и сделали пародию. Божечки! Что? Круто-то как? Я жду, что сегодня мы будем много смеяться с друзьями над этим фильмом, потому что страх – это смешно. За первый прокатный уикенд в США фильм заработал 18 миллионов долларов. И это при бюджете всего в 2,5 миллиона американских зеленых. В фильме есть и сюжет со смыслом, есть и паранормальные явления, а снят он в жанре псевдодокументалистики. Главные герои картины – Киша и Малкольм – переезжают в новый дом, и оказывается, что в нем живет некая сила, под влияние которой попадает Киша. Да! Получи по своим призрачным шарам! Я из-за... Малкольм, в свою очередь, просит помощи у охотников за привидениями, обращается к священнику и экстрасенсам. Но когда эти гости переступают порог дома, начинается веселье. Я экстрасенс. А, видишь? У меня вообще много талантов по всему телу. Я себя считаю любителем фильмов. Хожу в кинотеатр 2 раза в неделю, как минимум. Вот, очень люблю смотреть новинки. Я хочу и побояться, и посмеяться, и очень хочется уже туда попасть. Авторы фильма обещают, что полтора часа неконтролируемого смеха вам гарантированы. Прям человек-паук! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова